всем привет продолжаем работать с металлом он у нас закрыт эпоксидом эпоксид просох прожарился на солнце простоял пять часов простояла просто ночь сейчас ради интереса померяем толщину сколько мы навалили потому что интересно же мне тут даже чуть-чуть перелил остатки не хотелось выкидывать еще решил пройти и пошел потек надрыв но где именно потек он такой знаете как как резина прямо но не рвется посмотрим как пилиса на плоскости само собой все лучше берем толщиномер ноги пощупаем тут где более-менее ровный выход 170 микрон так краска у нас тут начинается 178 222 но я так и предполагал где-то 200 микрон увидите где-то тоньше где-то толще но в принципе у нас это идет барьерная защита 155 у нас задача мы же не этим и грунтом выравниваем мы делаем себе просто хорошую подложку для того чтобы у нас шпатлевка лежала на защищенном металле от каких-либо воздействий окружающей среды мне понравилось как растянулся эпоксидник это версии шлифуемой то есть отвердитель там два отвердителя то есть грунт 1 отвердителя 2 под шлифовку и под мокрый по мокрому окрас так вот даже под версии мокрый по мокрому без разбавителя который можно было еще добавить через дизу 18 продавилась но изумительно не доколупаешься обязательно покажу как-нибудь ну необходимость использования этого грунта в версии мокрый по мокрому именно под грунтование но то как-нибудь попозже сейчас что мы будем делать нам для работы понадобится короткая колодочка длинную тут пока что негде применять и незачем она будет нужна длинная вот это вот на жидкой шпатлевки позже короткая колодка наждак не крупнее чем 150 лучше вообще 180 в районе взять чтобы у нас задача короче посмотреть это и так вижу но все равно посмотреть где у нас самые большие очаги по неровностям прям самые самые большие и там потом промотовать зеленым скотч брайтом вручную у нас главное нигде не пробиться шишки чтобы не открыть металл хотя ну даже и так скажу если где-то откроется лишь бы там было потом закрыто все шпатлевкой и эпоксидным что с эпоксидным грунтом все это жидкая шпатлевка потом сверху было закрыто после шпатлевки в принципе как сегодня с утра мне написал андрей говорит наш жидкарь для херовский можно класть на голый металл но я по поводу такого знаете в этом ремонте лучше всех власть на эпоксид у меня пленка углу на улицу тут много через вас лапом приклеивать вот не страшно приступаем колодку использовать буду сейчас без пылеотвода он не попросту не нужен потому что я тут буду не терять именно прямо вытирать что-то а просто проходить проявлять проявку здесь не использую она мне реально потом будет мешать я увижу в принципе все это потому что мы четко видим хоп-хоп на где что опять же не перетираю именно вытирать а просто пробегаю сделаю себе риску смотрю там где плоскость у меня уже есть к примеру вот ну поверху плоскость шла шла вот тут она начала пропадать не до становится четко видно скотч пока что тоже не снимаю он не мешает я до него могу четко то есть под скотчем я ровненько все уже выходит просто чтобы там не загадить ничем лучше не трогать где я где я испортил пленкой тут можно чуть-чуть тернуть именно этой колодочкой довольно таки хорошо высох просох тут четко становится понятно где мы будем работать с шпатлевкой ну вот эта вся зона и аж до сих тут разве что мне только можно хотя тут уже кривизна пошла вот это хоть я тут и напортил но здесь уже будет шпатлевка и крыло играет это не есть прям таки хорошо вот здесь вы знаете как по красоте я сейчас общаюсь с Женей из Германии кузовной ремонт канал у него такой есть по поводу олова я когда работал там он мне показал столиком как работать с оловом и насколько это реально круто и вот здесь бы по качественному чтобы сделать реально сделать здесь бы отработать олова все эти элементы и бы можно было вывести реально в ноля с применением шпатлевки ну вот так вот вот так вот на шпатель шпатлевки положить и отработать чтобы это все было красиво Я общаюсь по поводу того, чтобы он олово мог передавать по нормальным ценам Я общаюсь по поводу того, что по обучению как тут быть, чтобы поднатянуться Потому что у меня чуть-чуть туговато, то есть практики нет, а хочется Ну если все получится, там есть кое-какие интересные мыслишки Я потом об этом расскажу, но чуть позже Пока что идут общения у нас Так, на торце уже светится металл, все тут я больше тут тереть не буду Я и так вижу, что у меня тут происходит Давайте по арочке пройдемся Ну понятно, что арка вся идет, шпатлевание Ну поснимаю только где потек, шишка чуть-чуть тут Потому что потек нам может потом мешать, отвлекать нас Насколько тут все неровно Вот, четко видно, что тут плоскость хорошая То есть тут, допустим, мне стекловолокно использовать не надо Я это прекрасно вижу Тут я только универсалочке подложу вот эту ямку и вот эту ямку Все остальное, допустим, в этой зоне, вот в этом куске Сделает жидкая Все, грунт у нас два дела делают Первое, защищает металл А второе, делает нам хорошую проявку Два в одном, комбо, елки-палки Одно только оно, да, это чуть дольше Обычную шпатлевку, в принципе, у всех, у всех, как таковых, производителей нормальных В ТДСке написано, что шпатлевку можно укладывать на голый металл Заводские покрытия, сухие, ну то есть лакокрасочные И грунты, кроме первичных Все, ну первичных в плане, вошпраймер, кислотник, так называемый И однокомпонентные материалы Все остальное шпатлевать можно Читайте ТДСки вообще, ребят, ну не ленитесь Она в интернете, если вам не дали бумажную на точке, где вы покупали Ну если бы не попросили, к примеру Она в интернете есть в открытых доступах Если вы не нашли ТДСку на конкретный материал Ну, не потому что вы ленивые, а вот ее просто нет То вы не берите этот материал Это что-то левое Тут все Тут теперь нам нужен зеленый скотч Прайт Градация в районе 200 у него по абразивности И мы до мотова, гляньте как быстренько Хоп, и все То есть мы запоминаем в идеале, что у нас тут происходит Не надо, на листике зарисуйте себе где-то Еще что-то Карандашом обводить пока что бесполезно Потому что вы его сотрете, скотч брать Ну можно, например, тут потерли, обвели себе Где будет шпатлеваться Но в начальных этапах это реально работает Промотовываем Листиком Риску даст хорошую для шпатлевания Делать это вручную на аждакон Допустим, снять ту же сетку Но неудобно В глубоких канавках вы не промотуете Так как нужно промотовать Поэтому только, в принципе, скотч брать О, кстати, хочу показать еще такую вещь Купил себе ради эксперимента В Израиле работал с такими штуками Ради эксперимента купился с Китая Восьмиметровую вот такую штуку То есть шланг Ну, с быстросъемом Все как обычно Который имеет фиксацию в разных Ну, вот, трещотка срабатывает Вот тут она держит А так она сматывается То есть очень удобная штука Она мне обошлась в 50 долларов Ссылку оставлю в описании Реально годная вещь Подключается там, ну, к системе воздушной Шлангом Есть еще больше длины Чуть позже себе куплю Потому что, блин, ну, понравилось Взял ради эксперимента Короче, обдуваемся Сейчас обдуваемся И у нас сейчас будет начинаться Кружок лепки Сразу покажу, чем будем лепиться Пока что у нас в работе В основной будет С фиброй Стекловолокно Так называемая Основная работа Потом, чуть позже, пойдет Универсалка Которая имеет прямую адгезию к цинку Кубитрончик мне тут Приехал То есть сначала это Ну, эта шпатровка, в принципе Ну, как сказать, не подлежит Не подлежит перетирке Назовем так, да? То есть она у нас будет закладывать Самые глубокие ямы Именно ямы Тонкая протяжка по ямам Она очень жесткая Твердая Она хреново трется Шпатлевкой со стекловолокном Поэтому ей подложили Самые кратера Дали какую-то, может быть, ну, не знаю Форму Если сможете дать Потому что ее тяжело точить И ее не надо точить На нее без перетирки Потом накладывается универсалка Либо там с алюминием Либо там Не знаю, что вы там Любите дальше работать Сейчас обезжирюсь Но обезжирюсь не так, что Обезжирю элемент, мочу А мочу салфетку Чтобы у нас в поры Не попадала обезжирка По сути, я как бы жирного Ничего тут не сделал Но где-то рукой коснулся Пока без перчаток было Надо протереться Обязательно Для обезжиривания Можно использовать Антисиликоны Вот видите, пылючка Антисиликоны Бензин-калоша Что еще? Что еще? Да вроде бы Из такового и все Водно-спиртовая обезжирка Здесь не нужна Не ее назначение Тут Все, протерлись До чистого Еще раз обдули Вот в этом случае Я сейчас взял другую обезжирку Не той, которая В последние разы обезжирюсь Это АПП Нормальной скорости испарения То есть средней Если брать медленную Но она нам тут не нужна Нам надо здесь Чтобы наоборот Максимально быстро Высохла обезжирка С поверхности После того, как мы там доработали Шпатлевки коснемся В каком плане Я давненько уже показывал Сколько отвердителя Власть в шпатлевку Новичкам будет полезно Интересно Вот она Мне понравилась Ее вязкость Удобная Есть очень жидкие Есть очень густые Это и не жидкая И не густая Но такая удобная Приятная в работе Еще по шпателям У меня всегда Издавна были шпателя Без ручек Я их обрезал Здесь нашел У нас Привезли на склад Что это там вообще За копеечные деньги Шпателя Лехлеровские Уже без ручек Они чем-то тут покрыты Какими-то анодированиями Не знаю что Они очень легко моются Вот это мне очень понравилось Давайте по поводу отвердителя Количество отвердителя Сколько класть Во-первых Не замешивайте Никогда сильно много Первое Неудобно перемешивать Второе Можете не успеть выработать Допустим Так как у меня тут зоны Я лучше здесь разведусь 2-3 раза И буду идти потихоньку По чуть-чуть Участками себе секторами Шпатлевать Нежели я сейчас заведу Вот тут У меня все будет Вокруг шпатлевки На пол будет падать шпатлевка Я ее не успею доработать Но блин Я много замешаю Еще для замешивания Есть специальные карты Такие как мольберты На них Перемешал шпатлевку Нанес Листик оторвал Выкинул Ну не знаю У меня как-то были Я ими никогда не пользовался Ну вот неудобно мне А так вот По поводу отвердителя Хотел сейчас наложить Уже так как Так как есть По привычке Положили шпатлевки Н-ное количество Не важно какое Такое Больше Меньше В половину меньше В три раза меньше Не важно Шпатлевки нам надо Примерно 2,5% Возьму удобство Так для подсчета Что мы делаем Это мешанька Ломатель Этот способ Обнародовал впервые Для Скажем так Понимания Но мешанька к сожалению Он с ютуба ушел Ничего не выкладывает Негодяй Я покажу еще раз Я два раза уже показывал Берем шпатлевку Объем Делим его У нас 2,5% Отвердителя Если нет весов Делаем вот так Это у нас сколько процентов Правильно 50 Это убираем Кусочек не нужен Собираем так Чтобы нам удобно было Эти 50% Поделить еще пополам Ну я думаю Многие уже догадались Это у нас 25% Правильно Делаем еще пополам Это у нас 12,5% Собираем Делаем еще пополам Это у нас Ну возьмем грубо 6% Да Оп Оп Делаем еще пополам Понятно что это все условно Это у нас сколько 3% Нам надо сколько От 2 до 3% А? Простенько Простенько Теперь берем Рядом Рядышком Прямо вот так вот Вот так вот Накладываем А? Похоже? Похоже И теперь что делаем? Правильно Теперь всю вот эту вот кашу Замешиваем воедино Поверьте Не ошибетесь Вот так вот поделайте Одну неделю Реально неделю Вот так вот поделайте Каждый день Если шпатлюете Вы настолько себе Руку набьете На шпатлевание Перемешивание Именно Правильной пропорции Что Ну Просто Просто пушка Единственное На чем это не работает На облегченной шпатлевке Там просто Шпатлевка облегченная Там надо другое Другое Там надо по весам Ну если уж Быть сильно точным Все Перемешали Идем шпатлеваться То есть С отвердителем Так уже не ошибетесь Поверьте И тут пофиг С чего начинать Я начну С верхней части Арку пока что Не трогаю Она мне сейчас Неудобна Закладываю Самые Самые Ямы То есть Я фактически Протягиваю Ее потом опять Поверхность В плане Не рисую Пока что Плоскость Ну блин Я не знаю Честно говоря Как это объяснить Это надо Показывать Что ли Вживую На каждом Примере Идентично То есть Не накладываю Не стремлюсь Себе сейчас Вылепить Что-то тут Красивое Ровное Задача Заложить Ямки Самые Самые Потому что Если наложу Много Она мне потом Через Через универсалку Будет пробиваться И будет тяжелее Тереться Вот Как-то так Так Еще Самая Ямочка Тут Там Ну в этом В этом случае Допустим Для удобства Можно было Обвести Карандашом Еще раз говорю На полку Не лезу Сейчас покажу Почему Работы По шпатлевке Есть Ну При Жаркой Температуре Реально В районе Минуты Может Полторы Потом Она начинает Схватываться Именно поэтому Я и говорю Что разводимся По чуть-чуть У меня Сейчас Даже Остается Еще шпатлевки Тут Два Варианта Я сейчас Вот тут Вот себе Позатягиваю Вот эти Свои косяки Я их потом Машинкой Когда буду Тереть Перетру Тут два варианта Либо у нас Что-то еще есть Готовое Куда мы можем Закладывать шпатлевку Либо Мы останавливаемся Пока что Я вот тут Знаю На торце У меня есть Кое-где Позакладываю Так Останавливаемся И выкидываем Времени уже Кстати Остается у меня Работа с ней Буквально Секунды Она прям сейчас Резко превратится На шпателе В желе На торец Подкидываю Смело Потому что Тут с торцом Работа Вот такая Приличная Посмотрим На все уродства Которые я оставил Оставляю их На две минуты И покажу Зачем Зачем И за что И вот там Видите Горбы Прошло Около Двух минут Я там отвлекся Зачем я Оставлял Такие горбы Потому что Пока они Податливые Свежие С ними Сложно Работать Потому что Он В любом случае Тянется Играет Куда-то Пытается Увести Шпатель И сам Уходит С плоскости Именно так Как вы ее Положили Туда У разных Шпатель По-разному Некоторые Быстрее Сохнут Некоторые Дольше Ну тут Допустим Пару минут Прошло Она еще В принципе Такая Полуживая Но уже Не движется Сама По поверхности С нее Можно Посрезать Вот этот Ворс Посрезать Ворс Лишнее Что у нас Куда-то Выступило Неправильное Потому что Я перетирать На жтаком Это шпакло Не собираюсь Я не люблю Лишнюю работу И эта работа Как бы Не требуется То есть Я просто Посрезаю То что Мне тут Сейчас Будет мешать Работать Дальше Шпатель И кант Этот я не выводил Потому что Сразу вывести Две плоскости Которые Граничат Друг с другом С очень малым углом Перелома Ну реально Неудобно Честно скажу Поэтому Отшпатлевал Одну зону Именно эта шпатлевка Сейчас протянул Другую То есть Это уже подсохло Я во первых С него посрезал Вот так вот Волосы Ступеньки на переходах Где-то Ну то что Не получилось Допустим Сделать красиво Сразу Можно даже В принципе Вот если слишком толсто С хорошим Прижимом Протянуть И поубирать И поубирать Вот такая Это игра Это лепнина Это знаете Я художник Я так вижу Кто-то шпатлюет По-другому Мне допустим Удобно так Каждому свое Есть люди Реально Боги шпатлевания Лично с таким Работал у меня Саша Так как он шпатлевал Ну я еще не видел Так людей Чтобы шпатлевали Просто царь Вот такие вещи Шпатлевки делал Но у него пистолет В руках не держался Ну прям совсем Поэтому каждому Как говорится Свое Но уметь надо все Все Поподрезали Теперь Я спокойно Сейчас покажу Я отрабатываю Вот в этой зоне На эту шпатлевку У меня попадают Вот такие горбы Я их не трогаю Потому что Если я буду тянуть Вот так У меня вот этот кант Который я изначально Постараюсь хотя бы Направить Он у меня поплывет Его не будет Поэтому вот так вот Нашпатлюю И потом подрежу Если бы я это делал За один проход И тут и тут У меня бы этого не получилось Приступаем Справа налево Или слева направо Не имеет никакого значения Так же как красить Сверху вниз Или снизу вверх Работаем Работаем короткими секциями Небольшими Вывели все на одной секции Перешли к другой Торопиться тут не надо Поверьте От того что вы накидаете горбов За один проход Вы их потом все спилите А в итоге плоскости так и не поймаете Вообще в идеале Надо прийти к тому Когда Сашка со мной работал Я смотрел же как человек Который полжизни шпатлевал На подготовке Как он работал Он клал шпатлевку Да Он клал ее медленно Но результат готовый У него получался раньше чем у меня И гораздо лучше чем у меня Потому что он пилил шпатлевку Один раз Под грунтование Максимум что он мог бы делать Это если шпатлевка галимая И в ней кротера есть Протянуть кротера Вот это уровень Вот это вот реально Я смотрел и говорил Саша как? Он говорит Ну в полжизни вот так Поэтому вот так То есть шпатлюемся Не спеша По чуть-чуть Лучше я если сейчас увижу Что вот Ну не выходит у меня Какой-то кусочек Да Именно с этого шпатлевания Я его ставлю Он подсохнет Я подойду чуть попозже Минут через 15 И еще на него подложу Именно на этот кусочек Но выведу Постараюсь По крайней мере Сейчас показать Так чтобы я Под жидкую шпатлевку Перетерся По сути один раз Да Там рубанком прошелся И на машинке Я очень сомневаюсь Что у меня это получится Потому что ткан такой Конченый Но по крайней мере Что нам мешает Попробовать Правильно же Блин еще Бампер придется Неоднократно одевать На шпатлевание Проверять Как оно у нас пошло Так 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 Все Пока оставляю Именно так Я еще подрежу торец Но тут еще надо будет Подкладывать Неоднократно Ну и тут то же самое Подождал Подсохло И подрезаю Подрезаю Хвостики Усики Которые мне будут мешать Потому что тут Допустим уголок Ну просто не доложил Потому что оно Стягивается с него Здесь надо еще Докладывать Тут чуть-чуть Лишки То есть я реально Перетираться буду Не так много И не так долго Как шпатлеваться Потому что Вытирать это все Наждаком Вот видите Кант как Я его который Поднарастил Я его сейчас Лишки срежу И я могу Спокойно теперь С этой стороны Вот с этой зоны Проходить И шпатлевать И у меня будет Потихоньку рисоваться Кант То есть шпатло Не обязательно тереть Наждаком Мы всю форму Можем вывести Вот так вот На шпателях А потом Наждаком Только дать Уже идеальную Рисочку Хорошую Идеальную Рисочку Провериться Где-то Ага Чуть-чуть На плоскости Там потерялись Подложиться И под грунт И под грунт По сути готово Да Это конечно Не просто Ну реально Это то К чему хочется Прийти Я к этому Еще не до конца Пришел То есть такую плоскость Я понимаю Что за вот такой раз Я не сделаю Тем более Что мне ее надо С дверью сверять С бампером сверять Но Это Это реально уровень А пилить Целый день Накладывать Стачивать Накладывать Стачивать Навалить горбы Сточить их Это бред Во-первых Расход материала Никуда Тут у меня Материал Только вот Что я срезаю Лишки Но он Он недорогой Дорогой Наждак То есть То чем мы трем А так у нас В принципе И слои Получаются Не толстые Они хорошо Просыхают Каждый слой Пока я вот так вот Работаю Жду Подтираю Прохожу То есть Каждый слой Хорошо реально Просохнет И не будет потом Проблем с усадкой В принципе Ну опять же Если материал Нормальный Вот Сейчас опять Возьму стекловолокно И подложу Именно вот здесь Сам кантик То есть Тут еще Универсалочка Рано Почувствую себя Скульплером Блин Еще момент Как чистить шпателя Я не думал Что этот вопрос Может быть Настолько частый Но он есть Со шпателей Счищаем шпателями По максимуму В мусорку В мусорку Само собой Очень удобно Об себя Об штаны Но я как-то От этого Слава Богу Отошел потихоньку Далее Берем салфетку Если нет Мойки Именно для шпателей У меня кстати Ее тоже сейчас нет И салфеткой Пока Шпатлевка Более-менее свежая Там растворитель Обычный растворитель На салфетке Любой растворитель Просто оттираем С хороших шпателей Вот допустим Эти с покрытием Оттереть можно Даже старое Довольно-таки Неплохо Все И так каждый раз Я отшпатлевался Скинул лишнее Вытерся Что допустим Очень давно засохшее Конечно придется Там машинкой Наждаком впилить Ну Не стоит доводить Шпатля до такого состояния Потому что это инструмент И он должен быть чистым Со всех сторон Потому что иногда Шпател Еще почему я делаю Без ручек Их всегда Я шпатлю В основном этим На этом мешаю Я шпатлю Вот этой плоскостью Да Ну вот мне сейчас Там надо было В одном месте Я его развернул Вот так И у меня сразу Шпатель стал большим А у вас тут горбы лежат Шпатлевки Вы ничего не сделаете Этот инструмент Должен быть чистым И приятным